Всем доброе утро, начинаем новый влог. Мы Милу везем на повторную прививку, но через месяц там надо делать, и вот мы везем. Она, естественно, недовольна. Не хочет выходить из дома, да? Но мы быстро. Клиника рядом с домом находится. Выходи. Просто ватным этим диском, да, промыли? И мокли все. А, Зая, иди сядь на оранжевый стульчик, пожалуйста, иди. Сейчас мелочки сделаем прививку и пойдем. Зубастая моя. Это Еза. Продерживайте, буду мерять температуру за передний час. Ходит, вся нюхает, не плачет уже. Только вот в этой штучке плачет. А так не страшно все, да, Милу? Да. Все хорошо. Даже бы пошла, бы посмотрела по магазину, огляделась бы. Ухачи. 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 Температура в норме. Все замечательно у нас. Хорошая могила. Ухачи. Сейчас сделаем и от бешенства, и повторную, которую надо было делать. Ухачи. Быстренько. Раз, два, и все. И на год свободно. Нам даже вот после прививочки дали целый пакет всяких там этих, что там, для котят всякие. Сколько их там, интересно? Короче, в подарок дают, но мы не кормим райалканин, поэтому я отдам это брату. А, вот, смотрите, это сухой корм здесь, да, для котят в возрасте до 12 месяцев. И вот такой мягенький. Короче, вот отдам брату. Милке сделали две прививки сразу, быстренько. Она первую прививку вообще не заметила. Я говорю, у них что там под кожей, они ничего не чувствуют. Она говорит, ну, иногда прокол, а так вообще как бы, ну, не болезненно. А вторую почувствовала, видимо, прокол, укусила. Чуть-чуть укусила девочку. Все, зайка моя, едем домой. Тебя сейчас отвезу и будешь дома отдыхать. Все, приехали к дому. Сейчас Милу закинем домой. Корм оставлю здесь. С Денькой вместе поднимемся и спустимся. Потом поедем на почту. Пришли домой сейчас, а тут Милочка. Ну, сказали, после прививочки она будет сонная такая, спать. Да, моя хорошая, красотулька моя. Сейчас, кстати, к нам уже придут потолочники. Вот уже звонили, сейчас я жду. Мы уже сходили в магазин, купили продуктов. Все, жду потолочников. Будем считать. Ну, что вы, хорошие, только что были потолочники. Все померили, все посмотрели. Я сказала, что мне нужна здесь закладная. Ее померили. Мне нужна вытяжка вот здесь. Балкон я решила, что все-таки я не буду трогать, но они мне сделают там лампочку, приделают к ней, чтобы свет работал. Потому что я собираюсь гипсом заделывать вот эту вот стену. И потом лучше уже от гипса, да, все это делать. Короче, я еще не знаю, что будет на балконе, поэтому на балконе пока я не буду трогать потолки вообще. А в остальном везде все сделаем. Вот. Потом отдельно, если что, их позову, они сделают все. Короче, мне тут все кучу насчитали. Там у меня будет карниз, там закругленная такая штука. Предлагали мне подсветки. Но я это, говорю, давайте минимализм полный. Потому что подсветки, это надо вот, ну, как бы, знать, проектировать. А мне вот надо срочно, все быстро и чистый минимал. Вот. Здесь тоже у меня будет вот так карниз, прям по всему периметру. Я не знаю, я хочу так. Возможно, потом здесь что-нибудь будет стоять. И тут занавески совсем не нужны будут, да. Но я пока хочу сделать эту комнату, прям, чтобы казалось, что здесь гигантское мега окно. Короче, здесь потолки закладной, там вот потолки, причем работа по плитке. Я заказала даже потолки не такие, как там. Там у меня дешевый потолок премиум-класса, но не дешевый есть, да. А есть еще более крутые потолки, они чуть дороже, я их заказала. Ну, короче, это будет отдельное видео, я думаю, именно сделаю потолки, покажу вам люстры все, какие выбрала, да. За сколько мы все это будем делать, делать, сказали постараться сделать все за один день. Такие дела, короче. Ну, я счастлива. И причем они сказали, что могу выбирать самый ближайший день. Это круто. Так что они завтра все заказывают, я завтра иду за люстрами, все покупаю. Вот. И мы вот уже на послезавтра планируем все сделать. Боже, неужели кончится это когда-нибудь? Я счастлива. Так, пришли домой, всех уже опустила радостные новости. У нас что-то скоро будут потолки, господи, боже мой. Все счастливы и рады. Что-что я хотела сказать, что-что я хотела сказать. Так, сейчас на улице холодно, ветер. И мы почему так быстро еще зашли? Вы же не знаете, что мы быстро зашли. Мы быстро зашли. Потому что на улице холодно, я прям взмерзла. И прям, знаете, когда я под холод попадаю, под ветер такой, чаще всего я простываю. Прям боюсь, что я могу заболеть. Завтра прям проснуться с больным горлом. Вот это вообще не кайф. Поэтому сейчас я сделаю горячий чай. Травяной как раз. Можно травяной с этими соками пить. Кстати, соки нормально мне заходят, классно. Но честно я вам скажу, что вот этот сложный момент, когда нужно не есть. Я, короче, ем. То есть я ем один раз в день. День. А потом все время пью эти соки. Ну потому что, как бы, у меня нет сейчас мотивации такой прям сильно себя, знаете, мучить. Особенно, когда у меня какой-то стресс. И вот эта вот еда. И вот я не ем сладкое, да, там не ем хлеб, ничего. Ну я, например, там сделала картошечку, поела как бы, да. Вот. И так два раза. И сегодня тоже я днем ее поела. По сути, я, наверное, ничего не скинула толком. Может, там 500 грамм, да, эти скинула. Ну не суть важна. Но мне на самом деле очень понравилось пить утром сок и вечером пить сок. Вместо того, чтобы, вместо того, чтобы есть. Всем доброе утро. Так как завтра, завтра уже суббота, и мне должны будут делать потолки, сегодня я посвящаю весь день тому, что я ищу освещение. Сейчас я еду на наш рынок тут рядом. Посмотрю, что, да как, еще раз. Вообще, я у них планировала все заказывать. Но так как у меня нет времени для заказа, я заеду, скажу, что буду искать освещение, то, которое мне нужно. Вот. Поэтому и поеду на большой рынок, где много всякого освещения. Может, они мне еще посоветуют, где лучше посмотреть. И все, буду выбирать. Мне нужно кучу всего купить. Я надеюсь, я в 10 тысяч уложусь. Для освещения все. Все, мои хорошие, беру вас сегодня с собой. Сегодня вместе, сегодня много планов на улице. Вчера я поснимала хорошо, поэтому сегодня могу вне дома провести весь день в поисках всего того, что мне нужно. Блин, у меня недалеко рынок есть, блин, где мне женщина посоветовала, блин, классные такие светильники. Только у них квадратные были. Я говорю, а круглые есть? Да, есть, но их заказывают. А у меня, получается, завтра потолки будут делать, и заказывать, ну, неделю надо ждать. Поэтому не вариант. И я, короче, ищу теперь эти светильники. Мне сказали, что в Атланте, ну, на Атланте много, да, но на самом деле здесь огромные такие павильоны есть, да, и там большой выбор. Но нет, вообще ни один человек мне не показал маленький. То есть у них есть люстра огромная, типа, как у меня, да. И цены, я вам скажу, вот на моем рынке она мне эту люстру предлагала тоже, да. Хочу, а здесь котенок. Сейчас котенок дам. И, короче, она мне люстру предлагала, там, две с половиной тысячи. Такая же, как вот у меня в спальне висит почти, только чуть-чуть там другой дизайн, чуть-чуть там вот капельку отличается, да. Но две с половиной даже дешевле, чем в Leroy. А здесь такая же. Причем там она говорит на 35 квадратов освещение идет, достаточно мощное. А здесь он мне говорит на 20 квадратов стоит четыре с половиной. Вы понимаете разницу? Я, короче, зашла в один, во второй, в третий. Нигде даже нет просто вот этого светильника, которого она мне показывала. Ну, классный прям, да. Я думаю, да, блин, тут космос цены и выбора нет. Вот что я могу сказать про рынок Атлант. Поэтому есть еще какой-то икона, мне сказали, возле ХДМ. Вот, я сейчас туда пойду, и она как раз мне говорила вот это, что там у них очень много образцов, чуть-чуть подороже цены, да. Но у них, может быть, что-то есть. И во всяком случае выставочные материалы есть, чтобы посмотреть, да. Короче, я туда иду, и если что, заеду в Leroy, возьму такую же, как у меня в спальне, поставлю деньги такую же. Вот. А что-то помощнее я хочу в зал. То есть что-то еще помощнее будем искать. Вот. Ну, ХДМ и Leroy рядом, поэтому, если что, туда-сюда забежим. Так, зашла в этот магазинчик, он небольшой. Там нет у них сильно больших светильников. Там, скорее, маленькие, точечные. Вот там большой выбор таких светильников. Ну, короче, я так приценилась. Примерно такая же цена, в принципе, как и у этой женщины. Короче, мы сейчас едем в Leroy. Я надеюсь, что работает в обычном режиме. Сейчас Leroy, я хочу Starbucks, мой любимый кофе. Вот этот холодный, там, с кусочками шоколада. Прям вот, аж внутри все пересохло. С луна течет. Вот, и вот в торговый центр, знаете, по торговому центру ходить и покупать что-то намного круче, чем по этим всем рынкам. И я уже, знаете, вот в поисках чуть-чуть подешевле, там, что-то подешевле. Порой думаешь, блин, да переплачу я, даже тот же косарь, понимаете? Ну, и пофиг, зато я в комфорте буду, с прохладой, без пробок. На Атлан заехала, а там, блин, пробки, стою, не могу никак выехать. Эти газели, люди. И надо постоянно выходить, там много маленьких магазинчиков. Короче, целый гемор. А тут пришел тебе огромный выбор и кайфуешь. Короче, по торговым центрам я люблю ходить лучше, поэтому Leroy, жди нас. Ну что, мы в торговом центре прохлада, хорошо. Сейчас идем в уборную и потом в Starbucks, а потом в Leroy. Здесь классно, Дэн? Да. Мы на самом деле очень тепло оделись, потому что я всю ночь мерзла. Я думала, что на улице холодно, а на улице жара неимоверная. Так что паримся, и главное, ребенок, да, парится у меня. Я еще сверху кофту взяла, и ему джинсовку, и себе джинсовку. Успешно валяется в машине. Кстати, все открыто. Бершка открыта, Страдивариус открыт. Ну, Зарой был открыт, Pull&Bear. Короче, все открылось, все работает в обычном режиме, как Гагаев, боже. Короче, мы в Starbucks, заказала я Ява, шоколадная Ява, вот называется. И ждем. К сожалению, они не работают вот так, чтобы посидеть. Жалко. Вот так вот. На входе вот здесь. 300 рублей отдала. Мой любимый вот. 300 рублей. Зайка, выйди оттуда, говорю. А так все работает. Сейчас мы пойдем в вкуснолюбов и возьмем блинчики. Короче, зашли мы в вкуснолюбов. Я не стала брать блинчики. Деньке взяла овсяное печенье с изюмом. А себе я поняла, что это, короче, я забыла, насколько сладкое это. Я же вообще почти сладкое не ем. Еще и сахарозаменителем. Ну, короче, а тут сироп и все дела. Думаю, ладно, можно себе позволить один раз. Да, и они не работают, кисмашинки. Нельзя. Короче, иду, и оно все такое притерное. То есть я даже удовольствия не так много получаю, как раньше. Потому что я привыкла уже, что у меня такое все нежное, еле-еле, сладкое чуть-чуть, и то с сахарозаменителем. Так что такое сейчас, такое сомнительное удовольствие я сейчас ее получаю, потому что я отвыкла уже. Но я думаю, что мне этого достаточно. И такие блинчики больше не надо, потому что я, ну, чуть-чуть стройнее. Девочки, пришла. Представляете, вот то, что у меня в спальне, хотела взять и в детскую такую же. А он стоит 3,808. На 800 рублей подорожало. Ну, блин, я не хочу покупать. Тем более я видела, что другие там за 2,500, блин, в другом магазине. Я уже думала, здесь в Леруа все куплю. Мать его. Слушайте, девчоночки, мне крайне-крайне обидно, конечно, но целый. Но я не могу, он такой притерный. Я не могу его пить, это просто... У меня аж сводит все. Я выбросила его. 500 рублей просто выкинула. Ну, потому что сейчас пока я буду бегать, можно было домой его принести там и разбавить в 10 раз молоком, вот и соевым. Ну, просто я домой нескоро, я бегаю, он уже там весь растает, испортится. Но обидно, очень обидно. И я поняла, что теперь фрапучино это не мое. Просто мега сладкий напиток, это невозможно пить. Сейчас для меня. То, что, конечно, в Леруа сейчас нет скидок на эту лампу, блин, и она стоит на 800 рублей дороже, но я понимаю, что нет смысла. Я сейчас возьму большую, тоже прикольно, она тоже там будет похожа. И я возьму такую, вообще я думала ее взять в зал, да, а в спальне, чтобы у нас одинаковые были. Ну, оно, блин, больше, чем на 1000 рублей. Мне же две нужно. Получается, две с половиной где-то сэкономлю. Еще одну сэкономлю. Еще одну, блин, можно будет купить. Так что, это они зря, это они зря, а так бы я взяла, но нет. К сожалению, с подсветками нигде не могу найти. Но еще есть один магазин, сейчас я в него зайду, посмотрю все, что там есть. Там большой достаточно выбор. Вот, возьму максимум, что там можно взять. И потом поеду к своей вот этой вот, которая недалеко от дома. Жалко, что с подсветкой нет. Но, в принципе, они недорогие. Они эти без подсветки, и с подсветкой они одинаково стоят. 550 рублей. Ну, 900 рублей те стоят. Поэтому можно пока с обычными побыть, а потом установить с подсветочкой. Они прям прикольные. Такое время-то, девочки, 3 часа, понимаете. Рынок у нас до 4-х работает, где эта женщина. Ну, вот в магазин, который я сейчас еду, он там до 6 или до 8. Короче. Пипец просто. Я вообще, знаете, что, почему хотела в Леруа все взять? Я уже думала, поеду сейчас реально и все выберу в Леруа, если бы сейчас эту люстру взяла бы. Я бы переплатила бы, может быть, даже где-то. Но в Леруа очень классно расплачиваться картой Халвой. И карта Халва мне реально очень сильно помогает. Мне вообще сестра изначально предложила, говорит, хочешь моей, пользуйся картой. И я на ее карту тогда, помните, я вам как-то говорила, скажу вам, благодаря чему мне получается и то, и то, и то. Потому что, конечно, не хватает всех наших ресурсов. И хочется и того, и того, и все в раз. И вот дверь я заказывала там Халва, и холодильник, стиральная машина Халва. Я уже все расплатилась, все отдала. Там небольшая рассрочка, главное, без процентов. Вот, все круто. И я себе не могла получить Халву, потому что у меня ИП было свежее только. Только свежее ИП, а там нужно от 4 месяцев, чтобы у вас ИП было. Ну, либо вы работаете где-то, да. А у меня ИП, ну, только 4 месяца, когда будет ИП, тогда можно будет пойти оформить эту карту. И мы оформили на маму карту. Так что сейчас по возможности я беру все. Там дают сначала маленькую сумму, ну, небольшую, может быть, 1015, там где-то так, да. Ну, да, минимальная 15. И все, и можно брать что-нибудь в рассрочку, на самом деле очень удобно. Потому что ты там 2,5, допустим, 3 тысячи в месяц платишь, ты не замечаешь, как, ну, оплачиваешь, да. А если крупную сумму сразу там 15 тысяч оплатить, там, или 10, что-то, то вроде по карману бьет. Ну, короче, мне рассрочка беспроцентная очень понравилась. Вот, и я оформила ее быстро, там, этих точек, где оформляют, очень много. И все там видно, то есть там можно минимальный платеж ввести, можно сразу все погасить, можно средний платеж сделать. Короче, там очень удобно в этом смысле. Кому интересно, можете по ссылке пройти. Это не реклама, сразу говорю, халва со мной не сотрудничает, я с ними не сотрудничаю. Там просто по халве у них есть система такая, в самой карточке, любой из вас это может делать, приглашать своих друзей. По-моему, бонусы все получают. Я бонус получаю какой-то, ну, то есть больше рассрочки, например, да, там, или, ну, короче, какие-то бонусы получают, если приглашаешь друзей. Это не как, я как блогер приглашаю друзей, да, а просто как человек, как любой из вас это может сделать. Вот сестра у меня тоже так делала. Я вообще до этого не пользовалась всеми этими картами, но вот когда мне сестра посоветовала, я думаю, дай попробуй, до последнего отнекивалась. А потом мне так понравилось, честно, что я такая, так, сколько у нас там денег? А, пойду двери закажу там, да, а пойду там то сделаю. Вот, и сейчас вот как раз-таки все впритык, все впритык, и хотела вот всю эту электрику, да, точно 10 взять. А получается, что нет, и я сейчас буду расплачиваться обычной дебетовой картой, понимаете? Зато еще халва, что круто, что если вдруг я потрачу все деньги, которые там у нас есть, да, я смогу в пятерочке расплачиваться халвой. Вот, там тоже рассрочка в пятерочке без процентов. Класс. Ну, вообще, во многих магазинах там, Леруа, ну, короче, Леруа и пятерочка я пока только пользовала. А, еще Дом, 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 Дом. Всякие бытовые, бытовые штуки. Дом, Дом. Да блин, не Дом, Твой Дом, вот. Короче, кому интересно, то ссылку я оставлю свою, это моя специальная ссылка, которая у меня там есть, да, в моем приложении. Вот. И я не знаю, честно говоря, точно я не изучала этот момент, я просто знаю, что есть там какая-то реферальная ссылка. Я ее найду и вам ее оставлю. Если чего, регистрируйтесь, заказывайте карточку, реально она прикольная. Вот. Еще раз повторюсь, это не реклама, если кто-то будет говорить, 100% зуб даю вам, что это не реклама. Вот. Это просто мне интересно даже, что мне придет за то, что я вам скажу, что это. Какие бонусы мне придут, мне даже интересно. Если кто-то зарегится, вот, и получит карту. Ну да, там надо, чтобы получили карту, тогда будет бонус. То, что зарегишься просто, этого, по-моему, мало. А может нет, не знаю. Ну, короче, мне нравится. Вот как только мы вселились, мне сразу сестра предложила эту карту, ее пользоваться. Я ее картой пользовалась, и нам за это время уже и лимит увеличили, и, по-моему, сумму кредита увеличили. Короче, куча фишек. Она говорит, ой, нифига себе, пока эта карта, говорит, пользовалась моей. Тут у меня столько плюшек всяких разных пришло. Вот. Ну, теперь мы уже свою сделали карту, да? Вот. И тоже мы хотим плюшки. Так что, кому интересно, берите себе тоже карту, и я потом расскажу, какие плюшки мне пришли. Вы понимаете, девочки, это какой-то несчастный рок просто. Кстати, я зашла сейчас, вот у нас тут есть магазин электрик на Шолохово. И я ведь, тогда надо было посмотреть еще. Я говорю, мне нужно две лампы, давайте у вас возьму, они по 2600. В итоге они, короче, покоцанные все. Причем они под пленкой, вот они пленку снимают, и на витрине одна осталась, и одна запечатанная. Я говорю, только мне надо, ну, не покоцанную. А они говорят, она под пленкой уже такая поцарапанная. Я думаю, блин, ну идти в Леруа и брать по 3800, зато везде будут одинаковые, да? Получается. Так там еще и больше освещения идет, чем здесь. Здесь они говорят, ну, на 20 хватит, а там на 30 квадратов. Мощненькая. Ну, и по себе я знаю. Короче, я растерянная, сейчас едем к этой женщине. Сейчас я возьму максимум, что у нее можно взять, и поедем в Леруа. Честно говоря, у меня машина столько ждет, что я уже все, что пытаюсь сэкономить, я уже все на бензин подразила. Короче, взяла точечные светильники только здесь у этой женщины. И как я сейчас понимаю, что карточка Халова мне просто сейчас вот просто в раз. Потому что мне нужно купить три. Получается, у меня везде будут одинаковые светильники. У меня будет в спальне, в кухне это, и то, короче, все с пультами, все вот такие одинаковые светильники большие. По 3800 сейчас буду их брать, понимаете? 1600, блин, переплачу. Может, еще на какой-нибудь рынок поехать. А там тоже небольшой выбор, блин. Пипец. Не, не хочу на рынок, надоело. Все возьму, короче, там. Пусть все будет одинаковое, и в прихожей, и все в одном стиле пусть будет. А то и туалет, ванна, тоже надо что-то придумать. Пипец, я, честно говоря, немного расстроилась, но я сейчас 1010 потрачу. У меня как раз там на карте 1010 и есть. А я еще пароль там забыла. В прошлый раз хотела эти, провода купить, и не получилось у меня. Я пароль забыла. Я надеюсь, что сейчас я пароль вспомню. Мне вроде сбросили все неправильные пароли. Я надеюсь, что сейчас я вспомню, и все чки-пуки будут. Знаете, такую поговорку есть, типа дурная голова, что там ногам покоя не дает. Вот это про меня. У меня в голове просто какой-то вечный кипиш, поиск и неопределенность. И я могу истоптать, блин, пол земли. Пока не найду то, что нужно, вернусь здесь. Ну, что у меня снова в Леруа? Ну, понимаете? Я хотела как лучше, как дешевле. А получилось как всегда. Сейчас пипец, я не знаю, сколько я потрачу. Но знаете, во всей этой ситуации одно спасает, что что не делается, все к лучшему. Значит, все специально там забаррикадировалось, все специально там нет ничего. И все меня снова привело сюда для того, чтобы было, наверное, все в едином стиле, чтобы я потом не пожалела. Я во всем найду плюсы, потому что моя жизнь самая прекрасная, самая идеальная. Ну, как бы в моем понимании, да? Все меня должно устраивать. И на самом деле в каждой ситуации и во всем, чтобы не случалось, есть свои плюсы. Просто нужно на них концентрироваться. Поэтому даже в этой ситуации, конечно, я погоняла туда-сюда, но сам факт, будет только лучше. Дэнь, тебя мама замучила? Да. Сильно? Угу. Сильно мама замучила? Угу. А ты маму любишь? Да. Сильно? Да. Ну, скажи. Скажи, я тебя люблю. Я тебя люблю. Сильно, сильно. Сильно, сильно. А поцелуешь? Да. Поцелуй. Ну, вот и понимаете, надо было мне купить вот эту лампу, чтобы теперь я мучилась и ее опять взять. Короче, возьму две такие лампы. Одну возьму Дэньке в спальню, одну в зал. Еще мне нужна в прихожую. В прихожую я, наверное, возьму что-то вот такое. Да, я думаю, должно хватить. Это, наверное, слишком большая в прихожую. Вот такую в прихожую. И туалет, и ванна мне нужно. И хорошо бы что-то похоженькое. А тут у нас это уже другое. Эти более выпуклые. Ну, тоже похож на стиль. Да, такой. А они вот так вот будут. Но чуть-чуть другое здесь. Можно было бы, наверное, две одинаковые купить. Ну, может быть, она совсем. Короче, сейчас я буду разбираться. Побольше, может. Кстати, хотела сейчас сразу взять. Хочу в детскую вот что-то. Либо синее такое, бирюзовое взять. Красивый вот он цвет. Прям мне нравится в детскую. Блокауты такие взять. Классные было бы. Но здесь одна штора. Причем два метра. Да? Два метра одна. А мне нужно две или три даже такие. И по 1800 получается даже и неизвестно, где дешевле. Примерно так, наверное, и выходит, как в Икее. А я думала такая, о, это еще 800. Только там две шторы идут, а здесь одна штора. И там, по-моему, они по три метра идут. А, они высоту по три метра. Короче, надо будет еще этот момент изучить. Но цвет вот этот очень красивый. Я бы взяла такие шторы в детскую. Сразу бы и повесила бы. Ну, вот это я не люблю такое. Сильно такое, знаете, режет глаз. У него все будет такое. Бирюзово-синенькая комнату хочу сделать. Мальчиковшскую. И куда мы лезем, Зая? Короче, набрала я освещение. Нет. Ты хочешь ли вылезти? Вылазишь? Поможешь тебе? Нет. Ты сам? Нет, вылазишь. Вылазишь? Да. Крошки как проголодались. Диета моя, естественно, закончилась. Поэтому уже сейчас... Ну, как диета, очищение было. Я пробовала, на самом деле, на этих соках. Но я ничего не скинула, ничего не набрала. Потому что, на самом деле, я ела каждый день. Раз в день я что-нибудь, да, днем ела. Потому что я не выдерживала из-за своего стресса и все дела. Поэтому я не выполняла все рекомендации. Поэтому по моим результатам следить не нужно. Вот. Но то, что пить соки каждый день, это было очень круто, это было очень вкусно. И теперь я знаю, что я люблю из сельдерея. Кстати, очень много там, ну, что они смешивали, допустим, там, сельдерей, виноград, яблоко. Очень вкусно получается. Я буду теперь такое либо дома делать, у меня есть соковыжималка, кстати, хорошая. Либо заказывать где-то. А сейчас я заказала, короче, все на вынос здесь дают. И на парковке где-то получать. А я с полной тележкой, голодная. То есть я должна заказать, потом идти куда-то на парковку. Потом идти со всеми этими делами в другую сторону, чтобы, короче, в парковку попасть. Ну, короче, целое дело. А вот слоечки продавали здесь. Я одну взяла с сосиской, одну с курицей. И сказали, вкусно. Я в прошлый раз съела, у них вичина сыр было очень вкусно. Ну, короче, сейчас мы с Денькой поедем и едем. Лампочка сделала, лампочка. Люстра была здесь только одна. А мы сейчас едем на Северный брать вторую. Такие дела. Короче, мы пришли домой. Мне безумно вообще плохо. Я хочу пить, есть. И Денька еще тут у меня сидит, прыгает. Как невозможно кто. Короче, мне надо сейчас потолочником размеры все отправить, чтобы они кольца специальные взяли. И все. И завтра с утра мы их ждем. Так хочется мне уже лечь, включить сериал. Я уже не могу сегодня бегать и вообще что-либо соображать. Я ничего не соображаю. Ну что, мои хорошие, добрые ночи. Я планирую завершать это видео, потому что завтра я начну целое видео о потолках. Будет там много всякой информации, как бы это видео не было слишком затянутым. И я думаю, что я вам даже вот каждый день сейчас поставлю, каждый день вот поставлю видосики, потому что один день пропустила. Ну и чтобы события не так сильно отставали от видео. Накупила сегодня кучу света. Завтра покажу, какой и почем. Расскажу, какой потолок выбрала. Мне привезли образцы сегодня. И завтра к 9 часам приезжают ребята. Мы, наверное, начнем с кухни, все. В общем, завтра начну снимать видео, там все буду рассказывать. Как бы хотелось, чтобы 5 потолков, 5 потолков мне надо натянуть, чтобы это все смогли сделать за один день. Ну, вроде планируем все завершить. Не знаю, во сколько только, конечно. Но постараемся завершить. Что еще за события в моей жизни происходят, да? Я начала общаться с одной из своих подруг, с которой мы не общались уже больше 4 лет. У меня были две близкие подруги. Вот одна подруга была очень близкая, с которой мы познакомились. В Москве в мои 19 лет, да? Этого только я приехала в Москву, и как-то мы вот с ней раз пересеклись сразу вначале. Она только приехала в Москву, и как-то мы пересеклись и стали дружить. Одного возраста мы с ней были. Я с ней перестала общаться по определенным причинам. И еще была у меня одна близкая подруга, с которой я дружила очень близко 16 лет. То есть вот как в училище поступила, там мы с ней познакомились, ее перевели на курс. Где-то на втором курсе, по-моему, мы с ней познакомились. 16-17 лет. Или первый курс. Короче, толком не помню. Короче, с 16 лет. Вот. И мы с ней долго дружили. Можно сказать, благодаря ей, на самом деле, я, наверное, попала вообще в Москву, потому что до этого я как-то туда особо не стремилась. Это у нее всегда были такие желания в Москву, покорить Москву, потом еще что-нибудь покорить. Вот. И она туда уехала и начала меня туда звать. Поехали, 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 поехали. У нас все получится. И там тра-ля-ля. И, в общем, мы с ней куролесили, двигались очень много, тесно и жили вместе. Это было до того, как я начала уже жить со своими друзьями. Потом я в итоге в Москве осталась, прижилась, а она вернулась в Ростов. Вот. Ну и мы с ней общались и дружили долгое время. И вот последние 4 года, уже даже больше 4 лет, потому что я со своим любимым встречаюсь 5,5 лет. 5,5. Да, уже 6 лет будет у нас в декабре. 5,5 лет я встречаюсь. И мы с ней перестали общаться. Ну, буквально, наверное, мы с ним встречались полгода или год. Вот. И у нас произошла такая крупная ссора. Но, опять же, тоже был накопительный эффект, на самом деле. Много копилось всего. На что-то закрывались глаза. Вот. И была одна у нас такая ссора, очень грубая, показательная. После чего я перестала с ней общаться. Вот. Ну, и думала, честно говоря, что мы никогда не будем общаться с ней больше. Как-то я была уверена в этом. Вот. Ну, она периодически там пару-тройку раз писала, наверное. А хотела возобновить общение. Но я то ли сухо отвечала, а то ли вообще не отвечала. Помнится мне. И как-то она написала и перестала. Вот. А тут недавно она написала. Не помню, короче, как. Написала мне. Ну, я так же сухо-сухо-сухо-сухо-сухо-сухо-сухо-сухо. Вот. А потом... Ну, мы поговорили. Я отвечала сухо, но мы поговорили, тем не менее. Обсудили ситуацию, из-за которой мы конкретно рассорились. Обсудили какие-то моменты, которые мне не нравились. Вот. Она вспомнила какие-то моменты, которые ей тоже не нравились. В общем, как-то... Еще предстоит, я думаю, нам пообщаться на эту тему, потому что мы с ней договорились завтра встретиться. Если получится. Потому что у меня натягивают потолки. Мама завтра приезжает. И вот она будет у меня с ночевкой. И у меня как бы вечер свободный. И я как бы хотела как-нибудь его провести. И вот подумала, что мы могли бы с ней встретиться. И у нее тоже вроде бы есть возможность. Ну, короче, у меня 50 на 50, и у нее 50 на 50. В общем, мы с ней завтра на связи. Возможно, встретимся вечером. Вот. И как бы... Оттаяла я немного. Я себя до этого чувствовала какой-то снежной королевой. Я как бы не держала зла никогда. На кого я не держу зла, в принципе, да. Но есть такие моменты, когда ты принципиально просто не хочешь больше продолжать общение с теми или иными людьми. В любом случае, да, по отношению к ним у тебя такое холодное сердце. Все, холодное сердце. То есть на нейтралке. Оно застыло. В нем нет гнева, оно не черное, да. Но оно и не красное, и не бьется любовью. Оно просто холодное. Вот. И чувствую, что, ну, немного оттаяло. Да. Могу общаться, можно пообщаться, можно встретиться. Тем более, нас очень много связано. У нас очень много воспоминаний всяких разных. Вот. Можно встретиться, пообщаться, а повспоминать. Ну, и вот такая у нас, возможно, будет завтра первая встреча. Посмотрим. Если не завтра будет, то на следующей неделе запланируем. Как раз у нас все откроется, и рестораны, и кафешки открыты, и все откроется. Пока что сейчас на этой неделе еще все закрыто. Вот. Вот такие события в моей жизни. Еще раз подчеркивается момент непостоянства. Что даже иногда то, что тебе кажется, все никогда-никогда проходит время, годы. Все может поменяться. Никогда не нужно зарекаться. Вот такие дела. Вот. А сейчас, я думаю, надо завершить видео. Это тоже, наверное, влог будет не очень большой. Но зато в следующем влоге вы уже увидите преображение моей комнаты. Я уже знаю, какие я хочу шторы в детскую. Уже знаю, какие я хочу шторы в гостиную. Может быть, пока, конечно, я перевешу вот эти черные туда. А сюда сделаю светлые, как я хотела. Посмотрим. Но мне все очень-очень хочется. Еще у меня фотографа нашла очень классного. Она мне сделала фотографии. Мне так понравилось. Мы просто за час уложились. Два образа она мне пофоткала. За час. Мы в семь встретились. И в восемь она уже уехала. И просто она мне скидывает невероятно крутые фоточки. Так меня красиво видит. Вот прям как я сама себя вижу, так она меня видит. И так быстро поймала все эти моменты. Просто класс. И я с ней запланировала еще одну фотосессию. Тоже на следующей неделе. Хочу на песках где-нибудь. Там вот на левом есть у нас местечко. Посмотрим, как получится. Вот такие вот дела. Вот такие вот события. Так что к следующему видео готовьтесь. Будут наконец-таки перемены в квартире. Причем такие хорошие добротные перемены. Белые потолки. Класс. Все, мои хорошие. Я вас люблю и целую. Настроение отличное. Кучу видосов для вас готовим. Ну и пока-пока. До следующего видео. Ставьте лайк. Подписывайтесь на мой канал. Пишите комментарии. Я все читаю. Может быть не сразу. Но я обязательно дойду и почитаю. Что же вы мне там такое пишете. Все. Пока-пока. Кстати, напишите, были ли у вас такие какие-то перерывы с друзьями в отношениях. Когда, допустим, вы прям ссоритесь. Рассираетесь в пух и прах. И все. Все, все, все. Никогда, никогда. А потом проходит время. И вы снова общаетесь. Может быть не так, как раньше. Конечно же. Потому что все эти события, они имеют место быть. Они оставляют свои впечатления, отпечатки, которые уже не сотрешь. Знаете, это не так, что дайте мне это развидеть. Или расслышать. Такого не бывает, к сожалению. И, конечно же, все это играет роль потом в дальнейших отношениях. Но я надеюсь, что наше общение, которое возобновится, оно будет уже выстраиваться с учетом того, что у нас был такой перерыв в отношениях. И что надо больше, ценнее относиться к друг другу. А точнее, ко мне. Такая эгоистка. Эгоистка Селена. Ну, нет. Я на самом деле тоже думаю, что... Конечно же, конечно же. Если я вижу в мою сторону какое-то определенное халатное общение, то я тоже не такая, знаете, как цыпочка такая. Я хорошо себя веду, а со мной себя плохо ведут. Нет. Я где-то начинаю уподобляться даже этому. И тоже могу себя грубо вести. А потом уже мы забываем, кто первый начал. И просто получается, что какое-то такое пренебрежительное взаимное отношение к людям. И они как бы это принимают. И для них это уже норма какая-то такая, да. Стираются какие-то границы, вот эти все. Вот. Но я как бы тоже... Тоже хочется мне быть более внимательной. Я послежу за собой. Вот. Но и время покажет, в общем-то. Все, мои хорошие, я вас люблю и целую. Прощаюсь до следующего видео. Пока-пока. Пока-пока.